Но, как вы видите, и не только в моей жизни произошли очень серьезные кардинальные изменения, они также произошли и в жизни Ислама Кадырова тоже. Часто видел неподобающее поведение лиц кавказской национальности в Москве, связано ли это с уровнем образованности? Знаешь, я часто видел неподобающее... Аксель Пилот, привет Тумсо, рад, что крохоботы тебя начали бомбить, значит, ты нашел правильную тему, не отступать и не сдаваться. Привет, Аксель Пилот, спасибо. Посмотрел сегодня все видео с Исламом, которые были вылиты в сеть. Это мэр, который нужен сегодня в огромных количествах городах. Что вы на человека наговариваете, не могу понять. Поставьте себя на место обманутых, а не представляйте себя на месте мошенников. На историю эту взгляните сразу иначе, говорит Олег. Неплохой довод, Олег, очень неплохой довод. Вот когда на месте этих, как ты говоришь, обманутых, точнее на месте вот этих якобы аферистов, заметь, что ни один человек не является виновным, пока его вина не будет доказана в справедливом суде. Ни Ислам Кадыров, ни мэр города, ни глава республики, ни президент России, не они решают, кто виноват, а кто не виноват. Они не являются следственными органами, которые выясняют. Они не являются судом, который выносит решение. Они не являются этими людьми. Поэтому от того, что он кого-то привез и пытая током заставил там что-то говорить и признавать, от этого они виновными не становятся. Поэтому ты представь лучше своих матерей, своих там теть, сестер и других родственников на месте вот этих вот людей обвиненных. Тогда у тебя все сразу на свои места станет. Рафик ни в чем не виноват. Да, это сегодня после этого эфира с иллюзионистом. Как раз тоже вспомнил эту миниатюру. Гаечка. Завтра, 4 ноября, Тумсо. И получается, прошло уже 3 года твоей истории с Исламом Кэ. И вот теперь его истинное лицо увидели все и правда открылось. Поздравляю тебя. Спасибо за твою работу и деятельность. Пусть твоя вера не покидает тебя, борись до конца, выглядишь как всегда шикарно. Небольшая поправочка, не 3, а 4 года уже. Потому что впервые я пересекся с Исламом Кадыровым 4 ноября 2015 года. Действительно, завтра будет 4-е годовщина. С этого момента, можно сказать, у меня началась новая жизнь. Это такая, реально такая, судьбоносная дата в моей жизни. По воле Всевышнего Аллаха так произошло, что тогда меня постигла эта ситуация. И эта ситуация изменила мою жизнь кардинально. До такой степени, что буквально 3 ноября я и не мог представить себе, что буквально через несколько лет я буду блогером, буду разоблачать какие-то их преступления, показывать их ложь и так далее. И на самом деле, да, это действительно уже не маленький срок, 4 года. 4 года я не был на родине. Но, как вы видите, и не только в моей жизни произошли очень серьезные кардинальные изменения. Они также произошли и в жизни Ислама Кадырова тоже. И многих других людей, которые были тогда замешаны в этой моей истории, которые принимали участие, когда меня похитили. Которые не были там при моем похищении, но затем сыграли очень такую фатальную плечевую роль в моей судьбе. Такие, как Дашаев, например, которые возбудили, сфабриковали уголовное дело и так далее. В их жизни тоже произошли серьезные изменения, кардинальные, я бы сказал. Хвала Аллаху. Каждый человек получает то, что он заслуживает. И то, что вы причиняете людям какие-либо злодеяния, они бумерангом возвращаются к вам. И заметьте, руками ваших же хозяев вас наказывает русский язык. Как ты относишься к Ахмаду Дидату и что думаешь по преследованию Закира Найка и объявлению его террористом? Это напоминает Россию, если проводить параллели. Пользуясь случаем, передаю привет братьям чеченцам. Дагестанцы и чеченцы всегда будут братьями ахматовцев, не касается. Алейкум ассалам. К Ахмаду Дидату я отношусь нормально, да помилуйте Всевышний Аллах. По поводу преследования Закиры Найка я не в курсе, честно говоря, подробностей. Я так краем уха что-то слышал, что у него есть проблемы. И по-моему его Индия, да, кажется, преследует. Он находится где-то в другой стране, по-моему, что такое. Но я не в курсе, потому что, во-первых, я очень так понаслышке знаком с ним, никогда не слушал. Поэтому ничего конкретного вообще не могу сказать по этому поводу, как-то прокомментировать. Так в целом, конечно, если кого-то преследует, обвиняя в том, к чему он не причастен, это, конечно, напоминает Россию, безусловно. Хотел бы задать вопрос по поводу мигрантов с Ближнего Востока в Европе. Почему люди, относящие себя к мусульманам, ведут себя столь неуважительно к Европе? Насилуют, убивают, грабят. Часто видел неподобающие поведения лиц хавказской национальности в Москве. Связано ли это с уровнем образованности? Гора, я думаю, это связано с уровнем твоей приверженности пропаганде. Тому, насколько тебя пропаганда российская обработала, так ты и мыслишь. Я живу в Европе, здесь нет никаких, о чем ты говоришь, мигрантов с мусульман, которые ведут себя неуважительно в Европе, насилуют, убивают и грабят. Я не скажу, конечно, в целом, что я доволен тем, как они себя ведут. И, безусловно, среди них и такие люди тоже есть наверняка. Но вот так вот эта проблема, как ты ее преподносишь, ее здесь нет. Она есть только в российских СМИ. Там ее пытаются так преподнести. И всякие праворадикальные партии и организации, которые тоже есть в Европе, они тоже пытаются педалировать эту тему, преподнося это так, что вот, типа, все беды от этой миграции, вот они приезжают там, за счет этого у нас криминал растет. Хотя, отчасти они правы. И, знаете, это, как бы, логическая тенденция такая, когда есть, допустим, некая страна, у нее в этой стране есть хорошие люди, есть плохие люди, есть свои преступники, так и так. Потом приезжают мигранты из другой страны. Среди этих мигрантов также есть хорошие люди, есть и плохие. И когда к этим преступникам, которые и так здесь были, прибавляются еще те преступники, их становится больше. Соответственно, и преступности становится больше. То есть, отчасти они как бы правы. Но вы-то преподносите эту тему так, как будто бы здесь вообще все ровно, не было вообще никакой преступности, все здесь было прямо все белые и пушистые, приехали плохие ребята с Ближнего Востока, и здесь появилась преступность. Но это не так. Да, ее, конечно, стало больше, по понятным причинам, которые я только что тебе объяснил. Но это неизбежный результат, и с этим, когда европейские страны подписывали конвенцию, они понимали, что это так будет, они понимали, что миграция, она не будет способствовать уменьшению преступности. Они понимали это, то есть, они знали, на что они идут. А так, в целом, я, конечно, согласен с тем, что приезжающие с Ближнего Востока люди, особенно с Африки, они, к сожалению, очень часто ведут себя не так, как хотелось бы мне, не так, как подобает вести себя мусульманам. Это действительно проблема, которая мне непонятна. Мне непонятно, почему они себя так ведут, почему в арабских кварталах во Франции грязно, ну, очень некрасиво, а во французских, допустим, чисто и красиво. Я не знаю, почему это так происходит. Мне тоже очень интересно знать ответ на этот вопрос. Про африканские кварталы я вообще молчу. Поэтому, отчасти я, конечно, согласен с этим вопросом, да, но только отчасти, не в такой форме, как ты его задаешь. Ты его задаешь прямо вот в типичной такой российской пропагандистской такой форме. Конечно, на самом деле дела так не обстоят. Часто видел неподобающее поведение лиц кавказской национальности в Москве, связано ли это с уровнем образованности? Знаешь, я часто видел неподобающее поведение от лиц русской национальности в Европе. Как ты думаешь, чем это связано с уровнем образования? Субтитры создавал DimaTorzok